Эй, йоу! Сегодня у нас с тобой юбилей. Да, 30 выпусков. А нет, на секундочку, я сделал меньше, чем за полгода 30 выпусков. И когда-то я сидел на диване и думал, может, не надо, может быть, ну его. Легче всего на тот момент казалось просто взять, создать какой-нибудь текстовый бложек, на тему прочитал книгу и выписал какие-то важные выводы. Но нет, тогда я поставил себе задачу и целый вызов. Пора пинать себя под задницу и выталкиваться за зону комфорта. Так и появился подкаст «Книги на миллионы». Это 30 выпуск. Итак, гранд-кордон. Если ты не первый, ты последний. Но перед тем, как я возьму тебя за руку и проведу по этой весьма интересной теме продажи, у меня есть короткое предложение для тебя. Возможно, прямо сейчас ты программист. И ты где-то в глубине души думаешь, а может, было бы круто создать IT-стартап. Если так, если ты знаком с программированием, то пиши мне. Вот где-нибудь найди ссылочку на меня. Если ты в Телеграме, то там есть ссылка на меня, Алексей Корнелёк. Если ссылки нет, то найди меня в поиске. Короче, пиши, мы найдем с тобой общий язык. Главное, не стесняйся. Ну, а прямо сейчас мы переходим к разбору этой книги. Я, как обычно, записал для себя заметочки. Так что начнем с простых советов и будем постепенно переходить к практической части. Поэтому обо всем по порядку. Совет номер первый. Читай книгу так, будто она стоит миллион долларов. Да, ты не ослышался. Я не буду сейчас втирать историю про то, что вот у нас такой менталитет. Мы не готовы платить деньги за книгу. Я не хочу даже про это сам разговаривать и слышать. Я прекрасно помню свое выражение лица, когда, например, я заходил в европейский магазин и видел ценник на бизнес-книги и думал, ого, ну, типа, в России книга может стоить рублей 600, 800, 900. И все уже смирились с этим просто потому, что, ну, все, 900 рублей. Плати, не плати, твое дело. А в Европе цена за бизнес-литературу такую же может стоить в 3-4 раза дороже. И дело даже не про цену история. Дело в том, что если даже ты скачал книгу бесплатно, попробуй запрограммировать себя заранее. Вот как только ты берешь книгу в руки, подумай, что если она бы стоила миллион долларов? Ну, прям серьезно, да, это может быть из области фантастики, но ты просто предположи, просто подумай насчет этого. Не просто, что оно может стоить миллион долларов, а то, что те знания, которые ты получишь, возможно, будут тем самым миллион долларов, которые ты получишь, исходя из того, что ты эти навыки будешь использовать в жизни. Короче, это первый вывод, и лично я его для себя подчеркнул. Я лично им пользуюсь. Идем дальше. Пункт номер два. Это делать то, что отказываются делать конкуренты. Напомню, у нас все-таки тема, главная тема книги – это продажи. И если, ну, в последнее время мы просто живем, когда все говорят про кризис. По-моему, про кризис говорят вообще всегда. И если у тебя есть какие-то конкуренты, тебе, естественно, их нужно анализировать и смотреть, какими рекламными методами они пользуются. А потом включить смекалочку и посмотреть, что они не делают. Как правило, то, что они не делают, это либо они не особо дальновидны, либо они считают, что это неэффективно. То есть, как правило, в нашей голове очень много зажимов, которые говорят, ну, нет, даже пробовать не будем, там нет денег, там нет наших клиентов. И тебе, если ты хочешь добиться иных результатов, тебе нужно обязательно сделать то, что они делают конкурентам. А как выяснить, что делают вообще конкуренты и что они не делают? Вообще, конечно же, легче всего наблюдать. Это просто действительно смотреть за своими конкурентами. Лично у меня эти конкуренты были всегда, и я смотрел, где они размещаются и где они не размещаются. Но второй вариант – это просто их спросить. С конкурентами можно воевать и с ними можно сотрудничать. Другое дело, возможно, они тебе не будут все рассказывать. Но никто за спрос не бьет. Поэтому, если ты банально спросишь, найдешь творческий вопрос, который не будет, ну, типа, выставлять тебя из-за ряда шпионов и детективов. Нет, если ты найдешь метод для задавания этого вопроса, то, возможно, ты получишь тот ответ, который тебе поможет. Пункт номер три. Не сравнивай нынешнюю ситуацию со вчерашней, говоря, раньше было лучше. Ух, не знаю, как у тебя, но лично у меня есть знакомые в разной возрастной категории, которые довольно часто, когда разговор заходит про бизнес, говорят, что, да, рынок меняется и раньше было лучше. Беги. Беги и не оглядывайся. Потому что такой разговор, он максимально деструктивен. Ну, прям на сто процентов. Потому что единственное, что хочешь сказать, да, чувак, окей, что дальше? Ну, раньше было лучше. Но у тебя есть выбор. Ты можешь либо с этим согласиться и тоже взять роль человека, который будет плакать, либо отказаться. Ну, если ты воспитан, ты можешь промолчать, а потом подумать. Рынок меняется. Раньше не было лучше. Просто рынок меняется. И тебе нужно адаптироваться. Поэтому вот слушайся сейчас на секундочку. Это, возможно, покажется для тебя водой. Но если ты себя поймаешь на мысли в один из твоих разговоров с своим коллегой, партнером, и ты когда-нибудь услышишь от него фразу, что раньше было лучше, бум! Вспомни это. Не давай своему потоку мыслей направляться в эту сторону. Раньше не было лучше. Просто рынок поменялся. Поэтому переходим к пункту номер четыре. Итак, не советуйся здравым смыслом. Будь безрассуден. Например, звонить или не звонить клиенту. Не слушай свой внутренний голос, который скажет, что клиента нет дома. Короче, вот это реальная история моя. Ну, возможно, и твоя. Вообще эта история, по-моему, мне кажется, была у всех. Когда я напрямую был связан с продажами, я часто ловил себя на мысли, что «Ну, чё звонить? Сейчас обеденное время. Он наверняка на обеде. Нет, не буду». Зачем звонить ему в семь часов? Наверняка я с работы зол. Зачем звонить утром? У него наверняка есть какие-то задачи, обязанности, которые он решает сейчас. И вообще он не в духе. Короче говоря, я придумал столько оправданий. И мой разум просто работал, я не знаю, как шахматист. Он партию за партией придумал какие-то контраргументы, чтобы этого не делать. Не слушай. Не слушай его. Будь безрассуден. Вот прям вслушайся в этот. В тот момент, когда ты будешь думать, что сейчас неудобно что-то делать, плевать, делай это. Опять же, выпиши этот пунктик для себя. И в следующий раз, когда ты начнешь... А лучше, знаешь что? Когда я продавал франшизы, и средний чек составлял в районе полумиллиона рублей, я некоторые правила написал на стену. И в момент... Ну, не прям совсем на стену, конечно, а на листочек бумаги и прикрепил его на стену. И в тот момент, когда шли переговоры, я смотрел на этот листочек и четко понимал, что я должен всегда держать в голове. Поэтому вот это правило, которое я только что назвал, держи его в голове. Идем дальше. 80% сделок осуществляется после пяти контактов, но только 10 продавцов продолжают попытки после отказа. Воу! Ну, когда я считал это в книге, у меня прошел холодок по попке, по спине, и я подумал... Что? Вдумайся! Мы, получив отказ, как правило, склонны, ну, как-то реагировать на это. Мы либо обижаемся, либо не обижаемся. И переходим к пункту номер два, ну, в смысле, к следующему клиенту и так далее. Но в жизни все иначе. Не все готовы покупать здесь и сейчас. Не всем удобно покупать здесь и сейчас. Возможно, ты позвонил клиенту, который, ну, типа, только что поругался со своей женой и моет посуду, и ему вообще не до покупки. Или, например, он, ну, совершенно недавно потратился прям много-много денег, вложил во что-то, и ему сейчас неудобно что-то покупать из того, что ты продаешь. Короче, может быть много причин для того, чтобы не стать твоим покупателем здесь и сейчас. И помни эту статистику. 80% продаж совершается через 5 контактов. Что нужно сделать для этого? Вообще, опять же, когда я занимался более плотно, там, этими франшизами и так далее, мы все это вели через SRM-ку. Ну, в SRM-системе мы вбивали, сколько контактов было, и делали эти контакты механически. Но дело даже не только в продажах. Вообще, если ты что-то хочешь получить от человека, и он тебе отказывает, отказы бывают разные, больше всего меня бесит, когда человек прочитал сообщение, не отвечает, мне так и хочется сказать, «Чувак, блях, муха, отвечу!» Но есть разные люди, поэтому они могут тебя раздражать, но все-таки помни, что если человек тебе не ответил или написал тебе это, типа «мне это неинтересно», в общем, как-то отказал тебе, помни, что ты всегда можешь делать второй контакт, третий, четвертый, пятый, неважно. Смотри, самый плохой сценарий – это то, что он тебя заблокирует, либо будет считать тебя каким-то надоедливым. Ну и насрать, правда. Какая разница, что будет думать о тебе человек? У тебя стоит цель, у тебя есть свои цели и задачи, и тебе нужно к этим целям идти на пролом. И поверь мне, крупные продажники, предприниматели не всегда получают все с первого раза. Поэтому, если ты хочешь что-то получить, прям, я не знаю, заведи Excel-табличку и просто пиши какой-нибудь, ну, в формате записи. Например, вот я сделал, сегодня у нас 6 марта, сегодня я сделал первый контакт. Через 7 дней я сделаю второй контакт, но подойду более творчески. Тебе нужно сделать, чем больше контактов, тем лучше. Вот, сделай это, продумай. Поэтому никогда, никогда, даже если ты получил отказ, не забывай об этом. Если ты действительно хочешь это получить, будь настойчив. Идем дальше. Ваш интерес к клиенту важнее, чем его к вам. Если вам скажут, остынь, ну, типа, что ты ко мне привязался, зачем ты мне так часто пишешь, скажи, что ты не собираешься оправдоваться за свою настойчивость. Действительно, это самый плохой сценарий, когда вам скажут, что ты мне надоел, или заблокируют. Плевать. Повторюсь. Какая разница? Что произойдет? Ты не умрешь, и это, ну, просто не должно тебе никак останавливать. Будь настойчив. Будь настойчив и никогда не воспринимай отказ. Идем дальше. Многоходовочка с вопросами. Если сделка не состоялась, задай один вопрос. Если у вас кто-то из знакомых, кого вы можете заинтересовать мой продукт. Я об этом слышал. Ну, я даже об этом как-то внедрял это и пользовался. Но мне казалось, что американский рынок больше к этому подходит, чем российский. Но нет. То есть, вдумайся. Если человек тебя отказывает, задай ему вопрос по поводу того, если кто-то у него из знакомых, кто мог бы заинтересоваться его продуктом. Я это знал. Но вот второй вопрос. Поэтому я и назвал этот пункт многоходовочек. Он важный. А если бы вы кого-то знали, то кто бы это мог быть? То есть, на тот случай, если человек тебе говорит, нет, у меня нет знакомых, ты задаешь прямой вопрос. А если бы вы кого-то знали, то кто бы это мог быть? И результат, как пишет Гранд Кардон в своей книге, может тебя поразить. Короче, попробуй. Просто поэкспериментируй. Выпишу эту фразу, потому что мы склонны говорить по большей степени нет. Ну, например, нам человек отказал в продаже. Когда мы его спросили, есть ли у него кто-то из знакомых, он нам тоже отказал, потому что это банальный вопрос. Он даже звучит банально. Есть ли у тебя кто-то, кого может это заинтересовать? Нет, нету. Все, до свидания. Но если мы зададим такой странный вопрос, у него что-то где-то переклинит. Есть вероятность, что он тоже, ну, как-то действительно попробует тебе помочь и даст этот контакт. Дальше. Деньги в условиях кризиса тянутся не к тому, что дешевле, а что несет большую ценность. Что это значит? Это значит, что многие, когда чувствуют, что идет спад продаж, считают, что самая верная стратегия, в кавычках это неправда, считают, что нужно опустить цену. Ну, мол, рынок просеял, люди не готовы столько платить, надо снижать цены. Херня. Ну, правда, херня. Тебе нужно просто запомнить, что люди тянутся, прежде всего, к большей ценности, а не к тому, что дешевеют. Поэтому тебе нужно продумать. Вот прям, если ты что-то конкретное продаешь, подумай насчет того, что ты можешь дать дополнительно, что увеличит ценность. Например, у тебя, ну, парикмахерская, и у тебя был какой-нибудь стандартный ценник на стрижку в 400 рублей. У нас кризис, люди не готовы столько платить. И ты думаешь, так, а если я, помимо этого, включу бесплатный массаж головы? Ну, после того, когда там парикмахер, мастер, короче, помоет голову. Бум! Включаем. А если человек, который к нам приходит, будет получать, ну, угощаться вином с сыром, бум! Бесплатно внедряем. То есть, таким образом, мы повышаем ценность. То есть, никто сейчас не говорит то, что нужно быть, ну, там, я не знаю, правильный, по-человечески относиться к клиенту, быть культурным, говорить ему, здравствуйте, на входе. Нет, это банальные вещи. Ну, просто подумай насчет того, что ты можешь дать сверху, чтобы увеличить ценность. Ну, и следующий момент. Он меня поразил больше всего. Он одновременно прост и очень глубок. Слушайся. Предположим, ты хочешь купить машину. Она стоит 2 миллиона рублей. Если ты готов выложить 2 миллиона рублей, это значит, что ты оцениваешь эту машину выше, чем 2 миллиона рублей. То есть, деньги, эквивалент 2 миллионов рублей, для тебя менее ценен, чем эта машина. Угу. Понимаешь, улавливаешь связь? И тебе, если ты хочешь что-то продать, в формате разговора с клиентов нужно понять, что же этот человек в конечном счете хочет купить. Что он хочет получить. Да, не буду сейчас рассказывать банальную историю про сверла и дырки. Нет, речь не об этом. постарайся вслушаться, что он хочет купить. Люди, которые покупают Бентли и Ройс Ройс наверняка хотят роскошь. Поэтому всю свою энергию нужно рассказывать и показывать. Дать этому человеку пощупать ощущение роскоши. Те люди, которые хотят купить, я не знаю, чайник, который будет работать всю жизнь, делай все, чтобы он понял, что этот чайник просто квинтэссенция надежности. Тебе нужно уяснить, что люди за то, что они готовы платить, на самом деле оценивают этот продукт гораздо выше. Если человек приходит тебе и говорит, так, я хочу скидку. На самом деле, если бы он хотел дешевле купить или вообще не хотел, он бы не пришел. Он просто пытается получить от тебя эту скидку, просто потому, что, ну, есть такие люди, которые всегда хотят получить скидку. Но если он уже идет на переговоры с тобой, значит, он оценивает твой продукт гораздо выше. Пользуйся этим. И в момент переговоров тебе не стоит как-то прогибаться под него. И работать нужно только над ценностью. Ну, и все. В общем, в книге еще до хрена полезных вещей. Но я уже начинаю задыхаться, как старый дед. Это значит, что пора нам с тобой заканчивать. И, чтобы не пропустить, неважно, где ты меня слушаешь, хоть в Одноклассниках, подпишись там, куда нужно. Если в Телеграме, подпишись на Телеграм. Если где-то еще, подпишись. Там есть ссылки полезные. И я надеюсь, что тот видеоролик, который вышел у меня последний, ты его посмотрел. Потому что, если ты его не посмотрел, ты многое потерял. Правда. Вот. Ну, все. Короче, услышимся и увидимся в следующем выпуске в разбор книги номер 31. господи, 31. Ладно, все, пока, пока, пока.